Друзья, привет-привет! С вами Ирина Грачева, и сегодня мы вместе с Альбом Тайчик, Море и мы, будем говорить на важные темы относительно класса мини и относительно прототипов. Да, здравствуйте все, всем привет! У меня возник вопрос, давно возник вопрос, он меня давно мучает, о несправедливости, которая распределена несправедливо. Очень разные лодки, очень разные условия, один общий засчет для всех. И понятно, что любое соревнование, любая борьба, это борьба, прежде всего, человека самим с собой. То есть, нормально ты борешься не с другими соперниками, ты борешься со своей усталостью, с бессонницей, с голодом, с холодом. Ты устал, ничего не хочешь, ты заставляешь себя работать. И это борьба, которая идет внутри тебя. Я это очень хорошо помню по своей молодости, когда я занимался каратэ, ты бьешься не с человеком, ты бьешься с собой. Ты должен терпеть боль, не бояться, вот это битва, да? Но она, в том карате, которым я занимался, в контактном, была абсолютно чистая. А экипировки никакой. Кимоно одинаковое, больно одинаковое. Это вот можно терпеть или не можешь, боишься или не боишься, устал или не устал. А здесь другая история. Лодки принципиально разные. Каждый год появляются новые модификации. Твой замечательный конопус, в который ты благословил столько сил, ума, таланта, терпения, он хорош, но он старый. Он не может соревноваться на равных вот с такими мозгами, которые построены на принципиально других принципах, принципиально другом уровне. И ты с ними соревнуешься? В общем, попробуем поговорить о справедливости или ее отсутствии и, ну, для меня, о духе класса мини. Погнали? Погнали. Вот нам очень повезло, что все новейшие прототипы, все заряженные прототипы, может быть, не новейшие, но все заряженные сейчас выстроились в одну линию на понтоне после гонки. И вот самая новая лодка, самый последний построенный прототип 1019 с круглым носом. Это такой же проект, та же матрица, как 865, который выиграл последние два трансата. Но сейчас едет не очень хорошо, потому что у него не очень опытный шкипер, который все еще не нашел себя на этой лодке, не нашел свой контакт с лодкой. И вот у нас Пога Фойлер. Это самый быстрый прототип на данный момент, который был построен к трансату 2019 года. То есть он был спущен на воду, по-моему, в том же 2019 году. У него первая гонка была мини-фастнет 2019 года. И поначалу он ломался, но сейчас его полностью доработали. Это самая заряженная лодка флота и самая дорогая лодка флота на данный момент. И дальше вот смотрим, собственно, наших соперников. В этой гонке 850-й это фистершип Конопуса, та же самая матрица. Но понятно, что каждый из прототипов вооружен несколько по-разному. Об этом тоже немножко поговорим. 930-й Кассиопея, это лодка Мари Жентрон, которую она построила сама. В матрице Вердье. Тоже борется в топе. Сюрприз для меня, не то что сезон, а вообще большой сюрприз, 787-й. Декасейл, который просто имеет нереально большую скорость. И на ловен шкиппер этой лодки на гонку фастнет. Эта лодка достаточно старая, еще старее, чем Конопус, поэтому тоже вопрос справедливости для нее актуален. И Конопус, он стоит у нас там, немножечко подальше. К нему мы подойдем и обязательно про него тоже немножечко расскажем. Вопрос. 96-й. На финише было такое ощущение, что он просто включил какой-то реактивный двигатель и ушел от группы лидеров, как от стоящих. Почему он только в конце включил свои ресурсы? Что случилось? Не сказать, что он только в конце, хотя да, наверное, можно сказать, что он включил свои ресурсы только в конце, вернее, был еще один промежуток в середине. Эта лодка, можно сказать, ричинговая на достаточно сильный ветер, на сильный downwind, то есть сильный бапшток и сильный ричинг. В слабых ветрах мы вполне себе можем с ней конкурировать, например, на Конопусе. Конопус – это лодка ГМЖ, то есть она идет быстро с максимальным ГМЖ вниз. Это значит, что для нее важно найти баланс между скоростью и... Ну, когда мы говорим о транзате, мы все время говорим в обстудных ветрах, поэтому мы говорим об этом. Ну, конечно, будет. Для нее важно найти баланс между скоростью и спуском вниз. Вот, и мы все время работаем над тем, чтобы идти как можно быстрее, как можно ниже. Здесь совсем другая история, совсем другой подход. Здесь человек работает тупо на скорости, да, ему уже не очень важно, с какими углами он будет ходить, потому что он полностью окуплен. Вот, и что произошло в этой горке? У нас был downwind, то есть fordwind, это лавировка на fordwind, это бакштеги, в которых он, ну, стратегически он на самом деле не очень здорово сходил, проиграл, и большого преимущества по скорости у него тоже не было, ветер был не очень сильный поначалу. А как только появился рейчинг, это на участке от острова Йо до Векса, он уже сразу было видно, что он начал выигрывать, и он очень близко подошел к Кьеру, который шел до первого. И они ведь очень долго шли рядом. Да, потому что у Кьера тоже лодка рейчинговая, которая имеет офигенную стабильность, он тоже работает над скоростью, и не так уж запаривается над углами, с которыми он ходит. Вот, и в конце гонки это были последние два участка, это тоже был рейчинг, собственно, когда эта лодка просто как бы добралась, поставила нужные паруса и полетела с огромной скоростью по сравнению со всеми нами. Вот, и опять же, тут встает вопрос о справедливости. Да, все лодки разные, у каждой лодки есть свои сильные и слабые стороны, вот об этом просто нужно знать, иногда ситуация раскладывается так, что ты никогда не сможешь выиграть, потому что твоя лодка под другие условия. Вот. То есть гонка сама, сам транссат и гонки, которые вы гоняете в промежутках между транссатами, это очень разные гонки. Да, это очень разные гонки по подходу, мы гоняем в промежутках, ну, можно сказать, вдоль берега, да? Ну, да. Ну, относительно вдоль берега. И встречаемся с большим количеством вариативных условий, с большими вариациями условий. Ну, конечно, здесь и течения совсем другие, и стратегия совсем другая. И очень часто бывают и лавировки, и очень часто бывают слабые ветра. В транссате мы все-таки ожидаем... Относительной стабильности. Да, относительной стабильной пассаты, да? На втором этапе. На первом этапе там как раз может разложиться по-разному. Бывает первый этап штилевой, когда выигрывают как раз, можно сказать, ну, более старые проекты, имеют шанс, давай скажем так, да? А бывают очень сильные ветра вот на спуске вдоль Португалии, тогда, конечно же, опять же, речневые лодки, вот такие вот заряженные на стабильность лодки, имеют преимущество. Ну, в общем, это и понятно. Чем дольше гонка, тем важнее стабильность. Да. Тебе же не нужно показать максимальную скорость в каком-то коротком отрезке, на каком-то участке. Тебе нужно долго идти стабильно. Да, абсолютно точно. И именно этому учится в школе, именно этому учится тренер Андрей Легдатан. Это не запариваться на максимальную скорость, а запариваться на то, чтобы ты мог поддерживать высокую скорость на протяжении длительного времени. Высокую среднюю скорость. Высокую среднюю скорость, да. Так, ну, давай, собственно, к твоему вопросу про... Значит, money talk. Деньги решают все. Или не все, но много. Деньги решают действительно очень много, и потому что деньги – это всегда деньги и время, да? Да. Мы балансируем двумя вещами. Как только у тебя появляются деньги, ты можешь работать с командой препаратов, с командой, которая будет готовить тебе лодку. Ты можешь нанять метеорологов, ты можешь нанять тренера, ты можешь иметь больше своего собственного времени, чтобы посвятить именно гонкам, именно подготовке. Когда у тебя ограниченный бюджет, то ты должен делать все сам, как это делаю я. Вот, и опять же, сколько ты можешь вложить в лодку изначально. То есть, когда я выбирала прототип к покупке, я имела предложение, и, например, грифон вот этой вот лодкой 865, она уже не была на рынке, но ее стоимость в полтора раза больше, чем стоимость «Конопуса». Это тоже старая лодка, она просто очень-очень заряженная. Это как бы проект, который пока на тот момент, когда пока не появился 969, этот проект был непобедимым. А сколько «Конопусов» в одном 969? Я могу раскрыть цифру, потому что никто не брал с меня подписку о неразглашении. Мы запрашивали стоимость на «Когофойлер» не на эту лодку, а построить такую же. Корпус с крыльями, ну, короче, корпус со всеми прибамбасами, плюс мачта, без парусов и без электроники, по-моему, был оценен в 235 тысяч. И потом ты должен на паруса купить, потом ты должен на всю электронику поставить, это еще несколько десятков тысяч. Сколько там «Конопусов»? Несколько. Несколько «Конопусов». Вот и лодки, вот. Поэтому, действительно, ты стараешься при своем бюджете сделать максимально хороший проект в любом случае. Я помню, мне задавали на одном из моих семинаров такой вопрос, что не обидно ли, я еще тогда на серийке ходила, что не обидно ли, что старые лодки в одном зачете вместе с новыми лодками, они, безусловно, другие по скорости, они, безусловно, все в одно и то же время. Какая же это не справедливость, и как же так? Но это вопрос, который вообще в парусном сообществе обсуждается очень много, и, наверное, каждый из ассоциаций классов пытается на него ответить, или как бы идти по какому-то пути, это что мы делаем? Мы гоняемся в монотипах, да? То есть мы стремимся иметь одинаковые лодки для всех, и смотреть за тем, как прогрессируют экипажи. Или мы гоняемся с гандикапом, при этом мы стараемся сохранить флот, то есть дать возможность людям на разных лодках участвовать в одних и тех же гонках, при этом не сильно как бы финансово их обременяя. То есть как только в монотипе понятно, что это финансово более или менее одинаковые лодки, да? Гандикап – это когда ты делаешь со своей лодкой, грубо говоря, все что угодно, но при этом старые лодки, уже построенные, имеются шансы гоняться с новыми, просто пересчитывая баллы, да? Ну, это на самом деле все гораздо крупнее, чем я сейчас объясняю, да? Там больше факторов, но мы сейчас можем… Но основные вещи вполне понятны, да? Да. Вот. То есть в классе мини действует правило бокс-футс. Это значит, что каждая лодка должна быть вписана в какую-то рамку по высоте, длине, ширине, да? А дальше есть серийные проекты, которые имеют ограничения очень строгие по материалам, очень строгие ограничения, кто производитель мачт, очень строгие ограничения по парусам, материалу парусов. То есть у них очень много ограничений, это сделано для того, чтобы лимитировать стоимость. Хотя сейчас настолько стало все заряжено по фемине, что стоимость серийных лодок уже построенных растет, просто потому, что люди хотят их покупать из-за спроса. То есть сейчас уже происходит какой-то полный трэш в классе мини по поводу стоимости лодок, по поводу денег. Это, ну, бизнес становится уже достаточно серьезно. Но изначально дух классной мини и та идея, которая была, это чтобы люди с разным бюджетом могли гоняться, выходить на старт. Все это живет, я думаю, и старые лодки покупают по-прежнему, потому что… Извини, старые лодки старыми лодками, а тут новое поколение идет по понтону. Доброе поколение мини. Доброе поколение мини. Бонжур. Бонжур. Доброе поколение мини. Налезем растопиться. Так вот, благодаря… Извини, я не мог это пропустить такое. Я понимаю… Так вот, благодаря мечте, которая живет в людях, пересечет тя на… На Терзике. Все-таки люди приходят с маленькими бюджетами, покупают старые лодки, они соглашаются с этими правилами игры, они понимают, что они ничего не выиграют, но есть такие же люди с такими же старыми лодками, они соревнуются между собой, и на самом деле, по классу мини это заметно, когда кто-то на старой лодке имеет высокий результат. Понятно, что он будет там какой-то 20-й, 25-й, еще какой-нибудь, но все видят, чего это стоит, да? Ир, ну, конечно, следующий вопрос. Стартуют все вместе, идут все вместе, за счет общий, но не совсем. Все-таки есть за счет отдельно в «Прото» и отдельно в «Серии». Объясни, пожалуйста, чем «Прото» принципиально отличается, и откуда такая честь и заслуга, почему «Прото» считается отдельно от «Серии». Так, Ир, еще буду мучить. Следующий вопрос. Стартуют все вместе, «Флот» один, а финишируют каждый сам за себя. Но при этом в зачете все-таки отдельно нам показывают «Прото» и отдельно показывают «Серию». В чем принципиальная разница «Прото» и «Серии» и какие есть границы фантазии в «Прото»? Ну, да, как я уже сказала про бокс-рус, как я уже сказала в «Серии» основная идея реализировать бюджет и дать возможность гоняться всем. А в «Прототипах» немного другой подход. Это та борьба каждой мастерской мысли. Это новые какие-то решения, инновации. И в итоге считается, что это не только уровень спортсмена, не только борьба людей-шкиперов, но еще насколько хорошо люди могут подготовить свои лодки, насколько они могут вооружить свои лодки, насколько они смелые идеи используют. Вот это вот все. Это все про прототипы. При этом ограничений у них гораздо меньше. То есть понятно, что они вписывают в ту же самую коробку. Но они могут иметь совершенно разную комплектацию. И когда ты видишь лодки на трекере, когда вы сидите за нами на трекере, вы видите ветровые условия, да? Но при этом нужно учитывать еще и то, что лодки совершенно разные. И под разные-разные-разные курсы и условия заточены. И соответственно должны быть разные стратегии поведения на воде, да? Безусловно. У кого-то стратегия, как я уже сказала, как у меня в МЖ на Даунминде, у кого-то стратегия геоличинговая, кто-то лучше ходит в лодировку, кто-то хуже ходит в лодировку. В общем, очень-очень сильно по-разному. Вот мы, например, можем сейчас пройтись по разным проситам и рассказать, что у них есть. Может быть, я как бы не все про них, не про всех знаю, но... Вообще, ты знаешь больше, чем мы. Вот прямо вот тут вот стоит лодочка, да? Вот эта вот самая новенькая, о которой ты говорила, да. Вот так вот пройдем. Вот тут у нас стоит лодочка проекта «Давит резон», «Матрица» и «Грифона», как я уже говорила. Высшего «Грифона» 565-го. У него качающаяся мачта, то есть он может регулировать угол завала мачта прямо во время губки. У него шверты. У него качающийся киль. В первую очередь у него качающийся киль, а потом уже шверты. А потом все остальное, да. Шверты нужны для того, чтобы не дрейфовала лодка, когда киль поднят. Да, когда киль поднят в веночное положение. Вот. Что у него есть еще? Понятно, что каждый мини имеет возможность устраивать угол заварного рулей, но это мы покажем еще на Конопусе. Угу. Вот. Мне кажется, на этой лодке больше ничего нету. Водяного балласта на ней нету. Она достаточно простая в управлении. Каждый прототип стремится быть самым легким. На лимите прочности. Но самая легкая-то лодка в мире мы знаем какая, да? Мы так думаем про нее. Конопус. Мы так про нее думаем. Вот. Эта лодка уже дважды сломала в этом сезоне шверты. То есть сейчас речь идет о, видимо, проекте, что-то было заложено неправильно или что-то пока шкипер использует не очень правильно. Два раза за сезон сломаны шверты на этой лодке. Дальше давай. Вот этот вот фойлер. Вот они прямо. Крылья. Самая заряженная лодка нынешнего года. Его называют фаворитом. Во всех газетах про него пишут и все такое. На ней гоняется там гибер рулет. Сын владельца верши фога. Соответственно гоняется без особых проблем, имея полную поддержку верши, имея полную поддержку спонсорскую, имея все свое время. Я даже не знаю, он работает или нет. По-моему, он профессиональный. Я не буду точно говорить, но молодой человек. Ой, а рули-то какие красивые. Да, у него, что у него есть? У него есть крылья. Крылья тут не очень хорошо видно, но тем не менее, вот они есть. У него мачта тоже поворачивается, качается назад. Качать мачту в бок запрещено, сразу говорю, качать мачту в бок во время гонки запрещено в классом. То есть это запрещенный элемент. У него подъемные рули. То есть он может снизить сопротивление во время гонки. Один из рулей наветренный. У него качающийся киль. Швартов у него нету, потому что как только у него появились крылья. Все, уже не надо, да. И водяного баллафа, я вижу, у него тоже нет. Вот. Это полуфойлер. Видимо, он сломал бушклит в этой гонке. Сейчас можем... Ну, да, вот... Явно. Явно что-то пошло не так, но явно под конец. Потому что всю гонку он прошел. В общем-то, хорошо. В течение некоторых перспективных моментов. Нет, ну, очевидно, он на последнем отрезке 20 миль выиграл просто вот как будто с пола. Поднял на ходу, да? Да, да, да. Значит, у него все было хорошо. Слушай, у него бывает такое, в какой-то гонке он пришел за сутки до всех. Потому что была просто ричинговая гонка. За сутки. К вопросу о справедливости, окей. Так, вопрос о справедливости. Вот у нас 865-й лодка, которая выиграла дважды Трансад. Одна из первых, не первая, но одна из первых круглоносиков. Собственно, с него потом сняли матрицу для круглоносок серии. Угу. Да. Эта лодка имеет точающийся кель, шерты. Балатка в ней, по-моему, тоже нету. Ну, мачка. Да, сюда. И, по-моему, подъемные рули у него тоже есть. Вот. Это лодка, которая имеет очень хорошую устойчивость. Тоже на ричинга заточенная. Но пока что Китер еще не очень с ней разобрался. И вот можем показать старые проекты, например, Остроносые. Да, это часть ошибок Конопуса, 850-й. Вроде бы с одной матрицы снятые, но сделанные, но лодки тоже немного разные. У меня 850-го есть мачта качающаяся, не качающаяся, а которую можно завалить. А также, как и на Конопусе, у него качающаяся кель, шерты. Балатка нет. Как-то я пока однообразно рассказываю. Примерно одна комплектация. Но есть лодки с водяным балатом. Но это означает, что это хорошая стратегия строить такие лодки. Если ты рассказываешь о лучших лодках, вот это тренд, который сегодня успешен. Потому что, что раньше бывало, были мачты-крыло. Не пошло. Сейчас уже не используют, заметьте, не пошло. Были лодки с водяным балластом. И они по-прежнему есть. Но, видимо, не дает такого преимущества. Но, кстати, по поводу водяного балласта, вот мы можем. Сейчас, Юра, одну секундочку, еще пока не ушли. Очень хорошо видно, вот форма вант. Стоят новые лодки. Форма красных. Форма краспицы, конечно. Форма краспицы. А все остальные, привычные для ювсменов обычные прямые краспицы. В чем идея изгиба краспицы? Идея изгиба краспицы очень простая. Это дать возможность поставить больше старт с большим серфом. Вот на 850 почему-то краспицы прямые. Хотя на 800 на сестер-шипе краспицы из окна. Но с точки зрения... С точки зрения жесткости ничего не скажу, потому что очень много мне комментировали, типа, это дурацкая форма, поменяйте краспицы. Прямо вот такие вот. Когда я купила лодку, показала мач, то мне сразу пошли комментарии, что я в ней должна изменить. Ну просто когда-то я изучал сопротивление материалов, строил эпюры сгибающих моментов. Вот как инженеру старой школы мне странно смотреть на такую краспицу. Но, однако, я не даю советов поменять ее. Наверное, люди думали, когда это делали. Наверное, люди думали, когда это делали. И, в общем, в целом, да, мы сейчас носим вот такие вот изогнутые бубно-краспицы гумеранги, чтобы оставить больше таксель. Больше таксель для Мини очень важен, потому что ему все время нужно больше мощности в передней части. Для того, чтобы балансировать с большим гротом. У него же огромный серп, огромный квадратный грот. И чтобы все это как бы привести в баланс, нужно иметь много мощности в передней части. Больше таксель. Вот, и очень многие двигают мачту назад. Вот если, например, в чем еще разница? Ты сейчас можешь снять 850-й, да? Расстояние от носа до мачты будет совершенно другой, чем у... 865-го, да? 969-го. 865-й боксинг. Посмотрите на выезд 969-го. Да, то есть мачта, очевидно, стоит сзади, да? Да. При этом он получается меньшего размера грот, короче. Больше таксель и лучший баланс, в принципе. Об этом тоже нужно не забывать. У нас мачты достаточно сильные вперед. Вот, например, 850-й и 930-й Мари. У нее мачта уже назад. Подвинута по палам. Вот. У нее уже другая конфигурация парусов вообще, в принципе. И она ходит очень быстро. Мари ходит очень быстро. Она провела со своей лодкой уже... Это ее четвертый год. Вот. То есть она ее уже настолько хорошо знает, что мне, например... У меня был короткий сезон на 2020-го, который ковидный, который мы как бы все такие... А, вышли на гонки, быстро-быстро-быстро отгоняли, потом сломали кип. Вот что-то такое. И сейчас мне предстоит много разбираться. Я еще плохо знаю свою лодку. Я еще не всегда правильное решение принимаю. Мари хорошо ее знает. И она у нее тоже остроносая, но другая. Да? Давай ее посмотрим. У нее... Какая длина бушприта? Господи, длина бушприта у всех разная. Вот. Соответственно, как-то далеко можно его выносить. Аутриггеры... У некоторых есть аутриггеры. Чтобы бушприт поставить, иметь все лучшее... Поддержку. Типа как крафика, да, для... Ну да. У некоторых нету. Соответственно, он меньше может регулировать свой бушприт. То есть, у него меньше как бы... Аутриггеры вот они черненькие? Да, вот они черненькие. Вот сейчас в сложном состоянии, но во время гонки ставишь на место и растопыриваешь. А в момент старта ты должен быть в минимальном размере 3 метра, поэтому без аутриггеров, как правило. Если старт на фордвинт, то тогда уже, конечно, можно все. Но об этом говорят заранее. Старт на фордвинт. Все можно. Вот. У Марии, у нее мачты более назад по сравнению с нами. У нее очень узкие швейцы, сейчас можно посмотреть. Вот. Облегченные. Качающийся киль. Водного балласта нету. У нее настройка ванта, посмотри какая. Ух ты ж. Вот. Понятно, что ванты мы крутим, мы регулируем ванты во время гонки. Добираем, травим. Это все возможно, потому что как только ты завалил мачты назад, тебе нужно что-то делать. Ну, нужно подобрать ванты. Конечно. Это только меняются ветровые условия, а в состоянии моря нужно что-то как бы подрегулировать. Вот. Она это может делать таким образом. Мы крутим таурика. Вот. Вот, Мария, другая. А это какая красивая лодочка. Это очень красивая лодочка. Подожди, а цвета, кто первый такой цвет взял? Ты или Докосейл? Просто делайте розовый. Да. Я за всеми повторила. Я повторила. Понятно. В этом сезоне очень много розовых лодок. Мне кажется, это вообще френд сезона. Но причем это не розовый, а такой как бы. Розовый неон. Кукси. Ага. Вот. Мне очень понравилось, как сделали Докосейл. Это было простое решение. И, собственно, Докосейл компания, которая делает не дизайн, а клеит пленку. Вот. И ребята мне клеили на лодку. Мы только нос сделали, потому что это дешево. И при этом полностью получился фреш-лук. Ну, ладно. Бог с ним. Значит, Докосейл. На нем гоняется семья. Себелье, Себастьян и Нолвен. Причем они гоняются не вместе, а типа... У него свои гонки, у нее свои. Вместе они не гоняются. А если дабл-хендед, они вдвоем идут? Нет, если дабл-хендед... У них свои партнеры? Свои, да. Какие высокие отношения? Ну, на самом деле, это, наверное, правильно, потому что очень тяжело гоняться с близкими людьми, да. И это правильно. Вот. У Докосейла. Эта лодка еще старее, чем Канопус. У него качающаяся мачта, заваливающаяся мачта регулируемая. У него нет аутриггеров. Это проект Мануар. Мануар... И у него есть водяной балласт. Но это не водяной балласт сзади, это водяной балласт на лодировку. То есть он на уровне шертов, на уровне мачты, на уровне келя. Качающиеся кири шерты, все понятно. И вот там вот есть еще водяной балласт, который... А какой объем танков примерно? Ой, я у него не знаю. Мне кажется, литров по сто. Есть ограничения вообще на количество водяного балласта, в принципе, общее ограничение. Но мне кажется, что такие делают литров по сто. Вот. И это позволяет ему во время ловировки на волнении пробивать валону мощно, как танк. А и подъемные рули. Так, на. Уменьшают сопротивление. Угу. И тоже розовенькие. Очень красиво. А это какой красавчик? Так, ну это Вектор. Это серийная лодочка. Давай мы сейчас просерить не будем, потому что мы... Это еще на несколько часов. Давай. А это что за зверь? С таким красивым номером? Это все зверь, который раньше назывался Аркема. Раньше у него было вообще все. Полный фарш. Сейчас немножечко его редуцировали. Это экспериментальная лодка. Это экспериментальная лодка. Которая была не только мачта. У него парус такой, видишь, полужесткого прилада. Он достаточно тяжелый. У него двигается весь штаб вместе с гушпритом. То есть, если мы выносим гушприт, он выносит все. Ох, ничего себе. Вообще все. Да. То есть, он может полностью вынести штаб на ветер, на под ветер. Вот, совершенно другая. И он поворачивается? Да. У него совершенно другая. У него вообще другой. Что у него еще? У него крылья. Это тоже одна из первых крылатых лодок. Другая форма крыла по сравнению с коба фойлером. И пока еще вот эта форма крыла не поехала. Они тогда заняли в первом трансате, в котором участвовали, шестое место. А потом другие шкипера, которые на этой лодке выступали, они уже выступали не очень хорошо. Совсем нехорошо. И сейчас его переоборудовали. У него мачта-крыло по-прежнему. Вот, можно увидеть, что мачта может поворачиваться. У него, соответственно, есть датчик поворота мачты. Так, а вот тут, извини, у меня разрыв шаблона, и мозг сломался. Я смотрю на гиг. Смотрю на то, что называлось бы бум-ванг у лодок. Но только она как-то с другой стороны. Это как? А как же... Где грот проходит? Грот проходит с одной из сторон. Это, на самом деле, уже классическая система. Виноват. А как это? Как это? Он проходит с одной стороны. То есть, в лавировке ты должен переносить грот? Нет, я... Нет, лавировки ты не переносишь. Я, если честно, сейчас не скажу, как это все работает. Надо посмотреть, наверное, на его фотографии какие-то с гонок. Но это уже давно, в общем-то, классическая схема. Ты имеешь не оттяжку внизу, а не топинанса, а какую-то поддержку сверху. Вот. Это как раз не ноф, просто на миниках это не используется. У нас, на самом деле, вообще оттяжек у многих нету. На прототипах нету оттяжек ГИКа, в принципе. Ну, если сзади вот такая вот красивая дуга... Погон, да. Погон такой красивый, то оттяжка-то и не нужна. Ну, тут тоже по-разному. У кого-то погон расположен в задней части, как на этой лодке. У кого-то погон расположен... Подожди, а здесь погона нет вообще. Я тоже сказала, такая показатель. Погона нет. Как это? А здесь он и не нужен. Из-за вот этой вот металлической детали он не нужен. Нет, погон тебе в любом случае как бы так или иначе нужен, у него по-другому вся эта настройка. Я сейчас не возьмусь полностью рассказать, как вот сделано на 900-ом всё, потому что я на нём никогда не ходила. Но факт в том, что они отказались от вот этого грота, полужёсткого крыла. Дали иначе то крыло. У него водяной балласт был точно поначалу. Возможно, есть сейчас. Ну, собственно, вот проект. Тоже как раз экспериментальный проект. Ну, не пошёл. Ну, не пошёл. Не пошёл или не поехал? Может быть, они не нашли своего шкипера? Ну, у них был шкипер достаточно сильный в самом начале. Мне кажется, что всё-таки там проект. Или слишком сложно всё? Слишком всё сложно, слишком всё тяжело получилось. Он по весу получился... По-моему, они говорили про вес 1300 килограмм. Вооружённый конопус весит, по-моему, что-то 900. Вот. Почувствуйте разницу, да. Совсем этим добром. Попробуйте взлететь. Вот. Давай покажем мальчику... А, мальчику крылому показали. Мальчику крылому показали, да. Давай покажем мальчику крылому старенькое. Сколько же у вас много этих мальков-то? Ужас! Головастики. Головастики. Головастики с круглыми носами, а это мальчики. Ну и на десерт ещё одна лодочка. Да. Это особенная лодочка 936-й. В чём особенность этой лодки? У него тоже есть крылья. При этом форма крыла совсем другая. Это такая похожая форма крыла, похожий подход, как гоняют на Америкокапу сейчас. Я попробую. К сожалению, нет поляризационного фильтра. Ну, можно попробовать, да, глядеть под водой. Мы попробуем сейчас. Телефончик топить не будем, да? Не буду. Джей свой лод устроил сам, полностью своими руками. Джей вообще прикольный человек, а семья у них очень прикольная. Они переехали из... Он американец, его жена Наташа из Коста-Рики, у них четверо детей. Они переехали во Францию, потому что он болен, можно сказать, вот этой вот идеей французских гонок. И прочего прочего. И вот переехал по Францию, он начал строить свою лодку. С переменным успехом. Очень сложно было найти финансирование. Проходилось постоянно балансировать семья, деньги, лодки. При этом учить французский язык. При этом как бы вот эти все наши с тобой проблемы с натурализацией, виды нажительства и вот это вот все прочее тоже они проходили. Полный рост. И вот родилось такое чудо. Пятый ребенок. Да, пятый ребенок Спиди Гонсалес. У него есть крылья. Мачта не поворотная. У него просто мачта. У него нет баланса. Качающийся киль. Шверхи ему не нужны, потому что у него крылья. Вот. И можно показать погон. Сейчас другую сторону погона. Это была мать четверых детей. Да. Я знаю, Джей сказал, но я думаю, что мы много говорим про круг. Мы не поставим все в одном видео. Мы говорим про погон. Да. Поехали. Поехали, а мы едем. Вот у Джей, например, можно посмотреть другое расположение погоны, другая форма. Он ближе к мачте. Занимает половину кокпита. Что позволяет ему лучше использовать его вместо оттяжки. То есть давать гроту лучшую форму. Это позволяет ему давать гроту лучшую форму, когда нужно использовать оттяжку. Но оттяжки ни у кого нет. Вот. Это тоже одна из деталей, один из нюансов, которые бывают разными в прототипах. И не только в прототипах, а вообще в миниках. Вот его не было. Нет, не подъем. У него рули с этими. Да. Давай рули с этими. Рули с крылышками. Это не очень хорошо видно, но они с крылышками. Крылатые рули очень узкие. Посмотрите насколько узкий руль. Ага. Он может регулироваться. Вот Наташа нам показывает, как он немножечко регулируется. Он может регулировать угол наклона руля, тем самым изменяя подъемную силу на крыле руля. И я предполагаю, что с таким узким рулем достаточно трудно контролировать лодку, потому что очень быстро она может улетать в брочинге и прочее прочее. Я помню, когда мы на Апанас заменили рули с более широких на более узкие, нужно было прируливаться достаточно долго. Но, опять же, меньшее сопротивление, больше перформанс, если умеешь использовать и прочее прочее. А, ну вот мы пришли, собственно, к нашему Конопусу после рассказа о наших соперниках. Если честно, я сама как-то даже не думала об всех этих вот... Сейчас я сама для себя разложила всю разницу в них. Я такая, вау! Как же круто то, что вы сделали, да? Сколько же миланцев вы, если честно. И вот Мика сейчас занимается починкой нашей поломки. Очень коротко скажем о поломке. То, что у нас... Произошла деламинация в районе крепления руля. Деламинация палубы. Там трещина в самом карбоне. Хорошо, что произошло сейчас. Сейчас опять же они в Атлантике. Не в Атлантике, да. Сейчас Мика планирует починку. Мика молодец. Говорят, что идеальная лодка должна сразу развалиться и затонуть после финиша. Конопус героически дошел до конца и немножечко сломался. То есть лишних силовых элементов у вас на борту не было. Если бы мы после каждого финиша разваливали, у нас бы никто к валиф не прошел. Вы молодцы, да. Про Конопус. Розовенький. Снимаем? Да, да, да. Вот наш дорогой Конопус в новом дизайне. Красавчик. Спасибо Декасей за работу, за то, что он с нами сделал. Очень красиво получилось. Серая пленка у нас меняет цвет в зависимости от освещения. С серого до почти черного. Иногда блестит. И очень красиво, когда и солнце отсвечиваются блики. Вот. Конопус достаточно старый лодка. Проект Lombard. 2010 года. У него поворотный бушприт. Очень длинный. Один из самых длинных бушпритов флота. У него качающийся киль. С которым все уже знакомы. Да, да, да. Вот. И все знают, какого он цвета. Да, все знают, какого он цвета. Все знают его историю и все такое. У него, понятно, есть шверты, которые позволяют не дрейфовать мачта, которую можно заваливать назад. Красточки бумеранги. Вот какая красивая картиночка. Менять не будем. Нет, не будем. Даже не просите. Аутриггеры для поддержки бушприта. Угу. Они вставляются. Положенные для этого места. Да. Рули у нас не подъемные. И балласта у нас нет. То есть лодка достаточно простая, очень легкая. Достаточно стабильная. Но по сравнению с вот этими вот круглоносиками скол, она бывает роет носом. То есть в чем прикол, что скол взлетает над волной. Угу. Ответила, ответила. Справедливость распределена. Несправедливо. Нет, несправедливость распределена несправедливо. Справедливости нет и быть не может. Побеждает тот, кто справляется с собой лучше всех. Значит, редюмируя все, что ты рассказывала, очень хочется пожелать вам с Конопусом, чтобы у вас не было существенных поломок. даже не очень хочется пожелать каких-то хороших результатов в общем зачете, потому что главный результат это трансад береги себя, береги конопус спасибо и очень хочется обратиться к спонсорам и любителям паруса помогайте Ире Ира делает что-то очень правильное, очень трудное и у тебя будут обновки в твоем магазине? да, будут обновки в магазине мы выпустим новые вещи да и старые у нас тоже старые тоже хорошие к сожалению, у меня с собой ничего нет мы случайно здесь оказались надо, 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 ребята добро пожаловать в магазин спасибо ну что, все? всем, удачи пока-пока удачи